Священник Эндрю Лауд Первый вопрос касается ситуации кризиса, которую мы наблюдаем в современном обществе. Многие люди, особенно священники, говорят о том, что современное общество переживает сейчас огромный кризис веры. Мне кажется, сейчас мы пришли к тому, во всяком случае на Западе и в Америке, да и большинство традиционно православных стран начинают переживать то же самое, что мы больше не живем в обществе, где само собой разумеющимся считается, что существует Бог и что Церковь имеет важное значение. То есть там, где считалось естественным, что Бог есть и что должна быть Церковь и церковное устройство, люди верили по умолчанию. Может быть, они не всегда ясно понимали, во что они верили, то есть они как бы верили, не раздумывая. Ну, а сейчас другое время, и вера занимает совсем другое положение. Если ты не думаешь, то, скорее всего, ты и не веришь в Бога. Поэтому мне кажется, что произошел переход не от эпохи веры к эпохе неверия, а скорее переход от общества, где общепринятыми были некоторые христианские понятия в широком смысле слова, к обществу, где общепринятыми являются скорее какие-то неопределенные представления, а не что-то конкретное. На мой взгляд, в том, что касается подлинной веры, подлинной приверженности Церкви, подлинного понимания, положения, то есть эта перемена вполне возможно не так значительно, как нам кажется. Но есть существенная перемена в том, как Церковь должна подходить к обществу. Общество теперь немногое может принимать на веру. У вас большой опыт преподавания богословия, патристики в британских университетах. Не могли бы вы рассказать о том, как изменились студенты за долгое время вашего преподавания? Мне кажется, некоторые изменения произошли. Однако вначале я хотел бы пояснить, что богословие я преподаю более 40 лет, что должно быть необычно для большинства стран. Но я никогда не преподавал богословие в такой среде, где все студенты были бы верующими. И я никогда не преподавал в семинарии, а богословские факультеты в Англии не относятся ни к какой конфессии. Изменились причины, по которым студенты приходят в университет изучать богословие. Когда я начал преподавать, в самом начале 70-х, довольно-таки большое число студентов собиралось принять САН. И они либо учились в богословском колледже, или в семинарии в Оксфорде, либо приезжали в Оксфорд с намерением принять САН в конечном итоге. Мне кажется, что сейчас, 40 лет спустя, люди изучают богословие главным образом, чтобы получить не столько ответ на вопросы, они приходят не за ответами, сколько найти путь к исследованию вопросов, вопросов жизни, смысла вещей. Они приходят без всяких ожиданий относительно того, какие могут быть ответы на вопросы. Одни из них верующие, другие неверующие. Одни ходят в церковь, другие не ходят. Но им интересно посвятить какое-то время размышлениям об основных вопросах, касающихся жизни, Бога. Если бы православный студент, желающий в будущем принять САН, спросил вас, «Отец Эндрю, назовите мне пять главных правил, как изучать богословие, как изучать книги святых отцов». Что бы вы ему ответили? Пять главных правил. Я думаю, что самое главное правило в богословии – осознать, что это не просто интеллектуальное упражнение. Если превратить богословие в исключительно интеллектуальное упражнение, то оно перестанет быть богословием. Оно станет историей, мыслей, поздней античности или еще каким-то предметом. И очень важно, как мы подходим к Богу. Мне кажется, что первое, что мы должны знать о Боге – это что Бог – это Тот, Кому мы молимся. Это Тот, Кто отвечает на наши молитвы. Тот, у Кого мы ищем смысл, у Кого мы ищем помощи. Я бы хотел сказать, и я говорю это своим студентам, что вы будете лучше понимать святых отцов, если будете думать о Боге в таком русле. А не просто как о первоначале, который все объясняет в абстрактном смысле, или как о каком-то основном составителе наших моральных ценностей. Как мне кажется, на Западе в течение второго тысячелетия богословие по большей части рассматривает Бога в первую очередь в смысле конечной причины в интеллектуальном или моральном плане. Но мне кажется, что этого недостаточно, потому что в таком случае Бог рассматривается как идея. То есть получается, что ты взываешь к идее, а мне кажется, что это совсем не то, что делали святые отцы. Бог, в первую очередь, это тот, к кому мы обращаемся в молитве. Мне кажется, чрезвычайно важным, что такой человек, как святитель Василий Великий, был не только автором проповедей и политических трактатов, не только писал о монашеской жизни, но также составил литургию, во всяком случае принимал какое-то участие в составлении литургии, которую мы приписываем ему сегодня. Мне всегда казалось, что для того, чтобы изучать эпоху святых отцов, мы должны осознавать, что речь идет о людях, которые молились, и что вполне вероятно, молитва – это что-то более фундаментальное, чем мыслительное или какая-то другая деятельность. Второе. Я бы посоветовал относиться к святым отцам не как к текстам, но как к людям, к людям, которые могут помочь нам в нашем поиске ответов на вопросы. Может быть, они не прямо ответят на вопросы, но они дадут нам какие-то идеи. Сегодня утром во время лекции я думал о том, как интересно мы используем цитаты. Мне кажется, что есть два способа использования цитат, и эти способы очень отличаются. Один из них – цитирование святых отцов, как сборник принципов. В таком случае нас интересуют только сами принципы. Но мы можем цитировать и совсем по-другому. Так, как поэты используют цитаты, когда цитаты как бы проливают на что-то свет. Такие цитаты не просто краткое изложение мысли, а они помогают сформулировать то, что бросается нам в глаза, говоря «Вот в этом вся суть». Мне кажется, что святых отцов надо читать именно так. Находя у них способы выражения тех вещей, которые нас впечатляют, которые захватывают наши сердца, заставляют нас почувствовать саму суть. Хотя мы можем, я думаю, закрываться от этого. Святые отцы кажутся нам порой чересчур величественными и далекими, или мы относимся к ним скорее как к каким-то писаниям, забывая, что это были люди глубокой веры. Которая привлекала других людей. И что мы могли бы что-нибудь приобрести, если бы относились с вниманием к тому, как они выражали свои мысли. Я часто замечаю, что когда я пытаюсь о чем-то думать, на ум приходят цитаты из святых отцов. Но они приходят не как краткие изложения веры, но как глубоко действенные способы выражения какой-то мысли. Я имею в виду одно из самых цитируемых мест из святителя Афанасия Великого. Слово воплотилось, чтобы мы обожились. С одной стороны, эта цитата могла бы использоваться как доказательство, но с другой стороны, она могла бы выразить удивительную мысль о том, что в богословии мы не просто узнаем о Боге, но мы участвуем в некотором процессе, где Бог движется к нам в своей любви и в своей милости, берет нас и приводит нас к себе и дарует нам, делает нас причастниками своего естества, чтобы мы стали равными Ему через любовь. Эта мысль, мне кажется, не просто абстрактной идеей, но жизненным опытом. И начать это понимать, это значит начать приобретать то, что Флоровский называл святоотическим образом мышления, хронема. Это не просто образ мышления, это образ направленности всего нашего существа. Отец Эндрю, кого из святых отцов Вы больше всего любите и почему? Кто из отцов вдохновляет Вас в Вашей жизни? Думаю, святой Максим Исповедник. Мне кажется, что даже когда я еще совсем мало его читал, у меня было очень яркое ощущение силы его мысли. Я помню, как более 30 лет назад в Шотландии я читал курс лекций о святом Максиме пресвятерианским клирикам. К тому времени я еще немногое прочитал из святого Максима, но мне казалось, что святой Максим как раз тот, о ком им было бы хорошо слышать. И они действительно были поражены. Он им показался очень интересным, потому что они никогда до этого о нем не слышали. Богослов 7 века. А они были протестантами. Так что для них это слишком поздно, или наоборот, слишком рано по времени. Зависит от того, с какой точки зрения смотреть. У святого Максима я нахожу удивительное сочетание. Он, несомненно, был человеком молитвы. Прочитав страницу из святого Максима, невозможно не почувствовать, что он говорит о том, кого знает. Святой Григорий Палама в одном из своих писем к Варлааму сказал, что очень опасно говорить о Боге, если ты не знаешь, как говорить с Богом. А святой Максим, безусловно, знает, как говорить с Богом, и поэтому в каком-то смысле он может что-то об этом сказать. С одной стороны, у святого Максима глубоко ощущается, что речь идет о великой тайне. Но с другой стороны, у него смелый ум, ум, способный рассматривать философские идеи удивительно интересным для меня образом. Он не боится разобраться в том, что люди имеют в виду. Один из исследователей святого Максима говорит, что в своей критике оригенизма он сильно выделяется среди других святых отцов тем, что он отвечает на ересь, предварительно глубоко разобравшись в ней. Он отвечает на ересь, не просто отвергая ее, но подчеркивая в ней все самое важное и исправляя только там, где есть ошибки. И это мне тоже очень нравится в святом Максиме. В своем богословии он объединяет все направления византийского богословия того времени, аскетическое, философское, литургическое, а также и догматическое богословие. И делает он это совершенно поразительно. Так что я всегда возвращаюсь к святому Максиму. Мне бы даже хотелось посвятить какое-то время изучению именно святого Максима до того, как я умру. Отец Эндрю, сейчас в России и за границей пользуются большой популярностью идеи Флоровского о неопатриистическом синтезе. Вы могли бы прокомментировать слова Флоровского о том, что мы должны двигаться вперед к святым отцам? Как вы понимаете эту идею? Как я сказал в конце своей лекции, я думаю, что идея неопатриистического синтеза становится понятной, когда мы смотрим на то, что она требует от богослова не в плане знаний, а в том, как он подходит к своему предмету. Из приверженцев неопатриистического синтеза мне больше всего нравится Владимир Лоский. Он написал немного, но то, что он написал, имеет огромную силу. И его подход, то, как он связывает то, что он называет апофатическим методом восточного богословия, с покаянием человека перед лицом тайны Божией, представляется мне глубоко важным. Апофатическое богословие – это не какое-то логическое вычисление, которое уравновешивает утвердительные и отрицательные утверждения о Боге. Это глубокое осознание того, что когда мы начинаем видеть Бога, как Он есть, мы не можем выразить и малой доли значения этого события. И мы начинаем ощущать, что наше представление, весь наш образ жизни должен быть в корне изменен, если мы хотим хотя бы начать что-то понимать. Для этого необходимо настоящее покаяние, метаноя, то есть изменение ума, настоящий переворот в человеке, и именно в этом смысл апофатического богословия. Именно на этом уровне, на мой взгляд, неопатристический синтез наиболее убедителен. И именно на этом уровне неопатристический синтез, мне кажется, наиболее открытым. Потому что, я думаю, есть опасность, которой подвергаются некоторые люди, когда они преподают богословие с точки зрения неопатристического синтеза, и приходят в итоге к такому богословию, которое противоречит неопатристическому синтезу. Они считают, что у святых отцов есть ответы на все вопросы, и просто стараются повторить все, что говорят святые отцы. Но мы должны обдумывать, что говорят святые отцы, а не просто повторять за ними. И последний вопрос. Мы видим очень много книг по патристике и по святым отцам, и иногда бывает крайне сложно выбрать. Из этого множества книг что-то действительно важное. Какие книги вы могли бы посоветовать? Мне кажется, это очень сложный вопрос. Мне кажется, весьма сложным советовать читать каких-то конкретных исследователей по святым отцам. Своим студентам я даю рекомендации в зависимости от того, откуда они, и из какой среды, и что каждому лично нужно знать, чтобы понимать святых отцов. Мне кажется, что у разных людей разные потребности, разные пробелы в образовании, у них возникают разные вопросы. Но если говорить в общем, то мне кажется, один из последних авторов, который писал о святых отцах, и у которого найдется что-то интересное для большинства людей, это Роберт Вилкин, богослов из Америки, из Западной Вирджинии, бывший лютеранин, сейчас католик. У него есть несколько книг о вере святых отцов, которые он написал уже на пенсии, сейчас я, правда, не вспомню названий. Я думаю, что это действительно очень хорошие книги, и в них найдется что-то полезное для большинства людей. Ничего лучшее из недавно опубликованного я не могу посоветовать. Спасибо. Продолжение следует...